Добрый день! Мы начинаем лекции по истории Испании с XIV по XX век. И первая лекция посвящена королевству Кастилии в первой половине XIV века. А если быть более точным, то Кастилии во время правления короля Альфонсо XI. В свою очередь, первая часть этой лекции, первый эпизод, охватывает юные годы короля. И эпоху, которая известна как эпоха малолетства короля, Минурия-дель-Рей, или эпоха регенства, или эпоха опекунов, как хотите. Это разные названия одного и того же периода. Прежде чем мы начнем говорить непосредственно про Альфонсо XI, обратите, пожалуйста, внимание на слайд с генеалогическим древом. Наш с вами герой, о котором мы будем сейчас говорить, находится в самом низу. Вот он, вот здесь. Альфонсо XI Кастильский. Его отец Фернандо IV. Его дед Санчо IV. И давайте мысленно достроим еще один этаж вверх. Его прадед Альфонсо XI Мудрый, король Кастилии и Леона. Теперь о том, почему это важно. Внуком короля Альфонсо XI будет король Португалии Диниш I. Вот он. Стало быть, Диниш I будет, как мы видим, внуком Альфонсо X, двоюродным братом Санчо IV. Виноват. Не двоюродным братом, а племянником, конечно, Санчо IV. И двоюродным братом Фернандо IV. Тут сам черт ногу сломит в их генеалогии. И дальше обратите внимание. Фернандо IV берет в жены Констанцу, дочь Диниша I. Его сестра Беатрис, в свою очередь, выходит замуж за Афонсо IV Португальского, сына Диниша I и брата Констанца. Когда у этих двух пар рождаются дети, то частично они повторяют судьбу родителей. Сын Фернандо IV, Альфонсо XI Костильский, получит в качестве жены Марию Португальскую, дочь Афонсо IV и свою, стало быть, двоюродную сестру, только, если брать только их родителей. Определить более точно их родственную связь уже сложно, если взять во внимание их дедов и прадедов. Вот этот брак, брак Альфонсо XI с Марией Португальской, о котором мы еще поговорим в следующем эпизоде нашей лекции, станет причиной династического кризиса конца правления Альфонсо XI. Но дело в том, что и начнется его правление тоже с династического кризиса. Почему? Давайте опять вернемся мысленно к Альфонсо XI. Альфонсо XI вступит на престол в возрасте 31 года. Опытный воин, политик, соправитель своего отца. Он примет власть после смерти Фернандо III, собственно, будучи к этому уже вполне готов. Его сын Санчо IV, опуская перипетии наследования им трона, давайте посмотрим просто на возраст. Он родился, как вы видите, из слайда в 1258. К власти он приходит в 1284 году. Следовательно, ему на тот момент тоже почти 30 лет. Да, ему 26. Он уже состоявшийся военачальник, он опытный политик, он общается, он на тот момент уже довольно много общался с представителями самых разных рассловий. То есть он тоже был готов принять власть, вот что он этого очень хотел. Но вот его сын Фернандо IV родился в 1985 году, а престол принимает в 1995. То есть его сыну уже оказывается только 10 лет, когда он принимает власть. И, наконец, Альфонсо XI рождается в 1311 году, а его отец умирает в 1312. И на престоле Костильского королевства впервые за прошедший век оказывается годовалый ребенок. Это, конечно, если и не катастрофа, то очень тяжелая критическая ситуация для королевства. Немедленно встает вопрос о том, кто будет править. И, собственно, вот этим и объясняется. Давайте мы уже от генеалогии перейдем к истории правления Альфонсо XI и посмотрим на периодизацию. Вот видите, первый период его правления, он охватывает период с 1311 года, с 1311 по 1325. И называется малолетством короля Минрия Дель Рея, я уже говорил, или периодом опеки. Первым же вопросом, когда умирает Фернандо IV, становится вопрос о том, кто должен быть регентом. Кто должен быть регентом при малолетнем короле? Первым регентом становится инфант Дон Хуан, дядя Альфонсо XI. Однако уже в том же 1312 году, да, разумеется, вместе с ним, опеку над сыном принимает королева Донья Констанца, вдова Фернандо IV. Но беда в том, что в том же 1212 году Констанца умирает. И тогда к одному опекуну добавляется еще сразу двое. Туда добавляется королева-бабка Мария де Молина. И помимо королевы-бабушки, стало быть, добавляется ее сын инфант Дон Педро. Вот так складывается первая триада опекунов Альфонсо XI. Здесь надо бы сказать два слова про Марию де Молина, про нее впору читать отдельную лекцию. Одна из самых влиятельных и образованных женщин своей эпохи. Жена короля Санчо IV, а потом стала быть его вдова, мать Фернандо IV, она выступила основным, извините за слово, основным культуртрегером правления своего мужа. Настолько, что даже период правления Санчо IV в истории литературы, в истории культуры часто называют молинизмом по имени Мария де Молина. Покровительница университетов, покровительница изящных искусств. Вместе с тем, женщина железной воли, фактически правившая королевством вместе с Фернандо IV, а иногда и вместо Фернандо IV, и королева, которая уже на закате своей жизни продержала, пыталась, точнее, держать, сил уже не очень хватало, как мы увидим, пыталась держать власть в королевстве и обеспечивать там хотя бы относительное спокойствие в годы взросления своего внука. В 19-м году, во время похода против Гранатского Эмирата, погибнут двое из трех опекунов, Дон Педро и Дон Хуан. И до 1921 года единоличную опеку над внуком будет осуществлять Мария де Молина. Это, возможно, было бы наилучшим исходом, если бы Бог дал ей дожить еще несколько лет. Но в 1921 году Мария де Молина умирает, и у 11-летнего, 10-летнего виноват короля, появляются трое других опекунов. Инфант Хуан Мануэль, знаменитый, собственно говоря, писатель, как вы понимаете. Инфант Хуан Мануэль, Инфант Дон Филиппе и Хуан де Аро, то есть Хуан из рода Аро, это один из крупнейших кастильских магнатов, известный под именем Хуан Эль Туэрто, Хуан Кривой, причем Кривой в разных смыслах, Туэрто это и Кривой в смысле неправдивый, неверный. Собственно, уже первое регенство, уже первый период опеки показал весь ужас, в который неумолимо скатывалось королевство. Опекуны поделили, прежде всего, конечно, Дон Педро и Дон Хуан, они друг друга, мягко скажем, не любили. Поделили королевство друг с другом, да, и часть городов повиновалась одному опекуну, часть приносила аммаж другому опекуну. Потом то же самое, как вы понимаете, было воспроизведено после 1321 года. Междуусобные войны, грабежи, постоянные набеги. Мало того, что опекуны дрались друг с другом, но и просто магнаты почувствовали волю и отсутствие единой жесткой власти. Массовые междоусобицы, распри, пожары, убийства, и все это обрушивалось на головы горожан, крестьян, мелкого рыцарства, которые отнюдь не были счастливы этим. В 1315 году на Кортусах в Бургасе была принята так называемая Хартия Эрмандады. Мы о ней еще поговорим чуть позже. Хартия Эрмандады, то есть братство, да, Эрмандад по-кастильски братство, братство городов, объединившихся, чтобы противостоять расприям опекунов, чтобы противостоять магнатам. Уже через два года на Кортусах в Кореоне стало заметно, что отношения у Эрмандады с опекунами и, наоборот, у опекунов с Эрмандадой, мягко скажем, не складываются. И нарастают противоречия, нарастают конфликты. В 19-м году, когда умирают два инфанта, и, собственно, начинается разговор о том, кто будет править дальше, начинается передел власти, магнаты окончательно списываются счетов Эрмандаду и практически перестают к ней адресоваться. Это очень видно по актам Кортосов. Наконец, в 1325 году Альфонсо XI, когда приходит к власти, он упраздняет Эрмандаду, о чем, собственно, есть соответствующий пункт в уложении Кортоса в Вальядолиде 1325 года. Если обратиться непосредственно к источникам, описывавшим тот период, то хроника, великая хроника Альфонсо XI пишет, там совершенно страшные строки в 49-й главе, «В городах же те, кто имел власть, притесняли тех, кто мог немногое. В некоторых из городов восставали трудящиеся и во имя коммуны, убивали тех, кто притеснял их и грабил и разрушал все их имения. И не было в королевстве места, где вершилось бы правосудие согласно праву». Этому тексту, написанному уже под конец правления Альфонсо XI и по его непосредственному указанию, вторит упомянутая мной высшая хартия Эрмандады 15-го года, когда собравшиеся, вы видите на слайде, что они говорят от имени рыцарей и дальго Эрмандады всей сеньярии короля Дона Альфонсо и прокурадоры городов и местечек, представители, они говорят от имени фактически всего королевства, заключают договор о том, что будут любить друг друга, желать друг другу добра и единой волей сохранять сеньярию и службу короля и его права. Для чего? Чтобы, когда король войдет в возраст, он нашел бы страну наилучшим образом устроенную и богатую и заселенную, чтобы служить ему. Однако, когда Альфонсо XI держит речь на кортусах в Вальядолиде в 1325 году, становится понятно, что усилия Эрмандады, даже если они были существенными, все равно пропали в Туне Альфонсо, выступая на кортусах, говорит, что он принял королевство и он нашел его разоренным набегами, запустевшим, заброшенным, не приносящим доходов, не готовым к войне. И поэтому сейчас он принимает власть и дальше там уже озвучивается комплекс мер, которые он собирался реализовывать. Вот о его политике мы и поговорим в следующем эпизоде нашей беседы. Спасибо.